Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие профессии востребованы сегодня, как найти дело по душе и каковы условия временного трудоустройства молодежи? Мы об этом говорим сегодня в нашей студии директора молодежного центра «Самарский» Ольга Петрухина и ведущий психолог центра Ольга Погодина. Мы в прямом эфире. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Ольга Юрьевна, Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какими возрастными категориями вы работаете, кому вы можете помочь в трудоустройстве, на кого нацелены ваши усилия? Угу. Центр работает в целом для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, да. То есть мы занимаемся и подростками, и студентами, и выпускниками, теми ребятами, которые, допустим, уже поработали, но что-то не устроило и хочет либо поменять профессию, да, либо сменить сферу деятельности. Очень много проектов у нас реализуется также для ребят, которые, как мы называем, находятся в трудной жизненной ситуации, ребят, которые имеют ограничения по здоровью. Вот, и поэтому у нас есть ряд программ как временной занятости, так и постоянной занятости, да. Мы подбираем, формируем базу вакансий для ребят. У нас работает хорошая команда психологов, которые проводят мастер-классы, профориентацию. Которую сегодня представляет Ольга Сергеевна. Расскажите, пожалуйста, как вы работаете, в каких направлениях, что вообще делает психолог в центре? Ага. Ну так как я в основном занимаюсь, да, консультированием, профконсультированием, то вообще выбор профессии – это очень важный шаг. И профессиональное становление, самоопределение – это процесс многоаспектный. И включать в себя три основных фактора – это я хочу, я могу и надо. Я хочу – это желание, интересы, склонности ребенка. Могу – это возможности подростка, это состояние здоровья. А надо – это потребности рынка труда, то есть те профессии, которые нужны региону, либо стране в целом. Мы предлагаем наш центр два вида профориентации. Первый – это индивидуальное профессиональное тестирование, которое проходит по предварительной записи. Длится в течение часа-полутора. Первый – ребенок делает ряд тестов, на основе которых я пишу уже заключение о профессиональном типе личности и разъясняю. Второй вариант – это групповой профессиональный тренинг. Хочу – могу – надо. Запись также на него ведется. Первое занятие начнется 18 апреля, а всего занятий четыре. То есть за четыре занятия мы с ребятами помимо тестов также играем в деловые игры, проходим навыки самопрезентации, они в игровой форме. Демонстрируют, что поможет им в дальнейшем при прохождении собеседования рассматриваем рынок труда, востребованные профессии, рассматриваем ошибки, с которыми могут столкнуться подростки и так далее. То есть он такой более широкий, более такой интересный, и ребята взаимодействуют друг с другом. Мастер-классы какие-то проводятся, чтобы уже ребенок или уже молодой человек представил себя в этой роли, в роли будущего профессионала какого-то или нет? Мастер-классы у нас в основном на подготовку, прохождение собеседования, написание, составление резюме, вот такие больше. А чтобы непосредственно попробовал себя, это уже, наверное, экскурсия, на производство. У нас вот замечательный проект был, встреча с профессионалами. Он вот у нас функционировал во втором полугодии 2016 года, и мы такую практику в этом году обязательно продолжим тоже в осенний период, когда мы собирали группы ребят и приглашали специалиста отдела кадров или там службы по подбору персонала какого-то самарского предприятия или компании. То есть это, скажем так, сторона работодателя, то есть можно было задать вопросы работодателю, работодатель, наоборот, высказывал какие-то замечания, свое видение, на что он обращает внимание при собеседовании, как вообще себя вести на собеседовании, что лучше указать в резюме, на что работодатели вот именно на начальном этапе отбора обращают внимание. Очень было интересно в том, что можно было посмотреть на различные представители, да, то есть у нас участвовали и промышленные предприятия, и кадровые агентства, да, и разная точка зрения была. Это хороший опыт, хороший набор знаний, которые дают, да, не каждый работодатель напрямую скажет, что не понравилось, да, в твоем резюме. Почему именно позвонили не тебе там, а другому человеку? Вот это очень важно и понятно, да, на что они обращают внимание, что для них принципиально важно, да. Когда ты приходишь на собеседование, да, первое впечатление все равно складывается за ближайшую минутку, там, ближайшие пять секунд. Что нужно, как надо выглядеть, что говорить, как вообще, да, какую презентацию, какие вопросы изначально задать, да, чтобы они, как бы, скажем так, зацепили. Как ответить на вопросы, которые, скажем так, имеют двухстороннюю там оценку, да, со стороны работодателя, да. Сейчас работодатели тоже, ну, скажем так, не то, что избирательны, а понятны, требовательны. Им важно отобрать нужного человека за короткий срок. Ольга Юрьевна, извините, перебиваю вас, к нам поступил телефонный звонок. Так, сорвался звонок. Я повторю номер телефона 202-11-22. Дозванивайтесь, пожалуйста, вот не дождались мы, к сожалению. Звоните еще. У нас тема трудоустройства временная и постоянная. Для возраста молодежного, так скажем. Вот, наверное, Ольга Сергеевна лучше, не лучше, а может сказать профессионально уже, что цепляет работодателя с психологической точки зрения, и как должен вести себя человек, который хочет устроиться на работу. Наверное, здесь ключевое слово «хочет», да? Ну да, но есть некоторые хитрости, чтобы правильно произвести впечатление. Есть даже четыре способа понравиться незнакомому человеку, да. Если их учитывать, то, возможно, вы понравитесь. Это обращение по имени, поэтому нужно запомнить, да, как зовут того человека, которому вы придете на собеседование. Это дозированный взгляд, ну, как бы уверенность в себе, да, без лишних каких-то движений. Это комплименты, которые бывают прямые, скрытые. И это, конечно, умение держать лицо, то есть, ну, как бы понимание того, как вы несете себя вот в массы. Вот. И, конечно, ценится общая картинка, оценивается, как человек себя ведет, вот, дозвонился к нам телезритель, давайте послушаем. Добрый вечер, представьтесь и задавайте свои вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот бабушка, хочу задать вопрос. Мы уже закончили в 2015 году, мы уже на строительный полис в городе Самару у нас здесь по специальности АТП, автоматизатором технологического процесса. Ну и после аккаунта поступил в архо-казмический университет на дневное отделение. Вот, получился на дневном, сейчас на заучный перешел, в этом материальном положении, вот, трудного. Но нигде не может по специальности найти работу, нигде не берут без опыта работы. Хотя бы проходил практику, закончил красным депутатом, то есть, я с ученым вторым курсом университета, заучный перешел. То есть, не берут проблем, проблемы не берут без опыта работы, да, ваш? Да. И как устроиться без опыта работы? Спасибо вам за звонок. Что можно посоветовать? И вы можете чем-то помочь? У нас в центре, насколько я понимаю, если закончил колледж, что его где-то возраст, наверное, от 18 до 20 лет, в таком диапазоне, да. Здесь, конечно же, работодателю очень важно, да, посмотреть на этого молодого человека и определить, да, подходит он в компанию или нет. У нас есть программа временного трудоустройства, как раз вот для таких ребят, которые закончили колледж, там, да, или учатся на заочном отделении и ищут работу, и не имеют опыта работы. Программа как раз для выпускников в возрасте от 18 до 20 лет. Мы временно направляем на то или иное предприятие, стараемся, конечно же, по профессии, либо близко что-то аналогичное, вот, и у ребят есть возможность, прекрасно, за месяц зарекомендовать себя перед этим работодателем, да. Наш центр непосредственно оплачивает, это оплата, составляет, конечно же, минимальный размер оплаты труда 7500 рублей, но здесь также можно получить материальную поддержку от центра занятости населения, и, конечно же, здесь что важно, зарекомендовать себя, даже если что-то у этого работодателя, у вас там не получилось, вам не понравился коллектив, вы всегда можете взять какую-то обратную связь, рекомендательное письмо, да, какую-то характеристику на вас, да, получить какие-то контакты дополнительные, да, уже определить, может быть, дальнейшее направление своего развития, вы поймете, да, что у вас, может быть, сейчас в данном этапе не хватает каких-то знаний, и необходимо там, да, повысить свою квалификацию, там, сходить на какие-то там курсы, занятия там и так далее, да, то есть это прекрасная возможность. Ну и, конечно же, можно просто обратиться в центр по адресу Гагарина 86, прийти молодому человеку с резюме, либо заполнить анкету, мы формируем базу коммерческих организаций, которые также предоставляют варианты трудоустройства непосредственно как выпускникам, так и ребятам, скажем так, с частичной занятостью, которые обучаются. А с какими предприятиями городскими вы тесно сотрудничаете, и уже вот есть такая возможность туда устроиться, хоть временно, хоть постоянно. Мы очень плотно сотрудничаем по ряду наших программ и с государственными, и с муниципальными учреждениями, и с промышленными предприятиями города. С промышленными предприятиями города взаимодействуем и в рамках даже то, что направляем на стажировку, в рамках программы поддержка безработной молодежи, где ребята также имеют возможность поработать в течение месяца, и непосредственно зарекомендовать себя перед работодателями. Также можно будет этим ребятам, которые, скажем так, ищут работу, поучаствовать в программах каких-то тренингов. Может быть, действительно не хватает каких-то навыков самопрезентации, и необходимо какое-то время походить, поработать с психологом для того, чтобы первоначальный этап отбора, скажем так, пройти. Ну и, наверное, вернусь к главной теме, наверное, к ребятам, которые помладше, их родителям, о том, что очень важно во время учебы собирать различные портфолио, различные рекомендательные письма, чтобы на выходе из школы или из учебного среднеспециального учебного заведения иметь вот такую вот папочку уже накопившуюся, да, о вашем участии в какой-то общественной деятельности, социальной деятельности, в волонтерстве, допустим, да, может быть, написание какой-то научной работы, да. Понятно, нужно понимать, что рынок труда, на рынке труда есть специалисты, есть кого выбирать, да, и вам, молодому человеку, очень важно доказать работодателю, что нужно взять именно вас, и вы перспективны, потому что вот вам на данном этапе, там, 19 лет, а вы уже вот это делаете, и вот такие знания вы имеете, и прошли вот такие курсы и так далее. Поэтому мы, как специалисты в этой области, все-таки просим, рекомендуем, да, заранее думать о том, что начнет, будет обязательный этап, когда необходимо искать работу, и очень важно какую-то, может быть, вот... А как работать над собой, Ольга Сергеевна, когда вот человек действительно скромный, неуверенный в себе, и, может быть, так часто бывают, вот отличники, да, такие люди, кажется, что вот все знают, а сказать, представить себя правильно не могут. Можно еще добавлю вот, непосредственно, первое, что видит работодатель, это резюме, то есть нужно учитывать то, как оно составлено. И уже на основе резюме работодатель принимает решение, приглашается на собеседование сотрудника или нет. Поэтому также хочу сказать, что наш центр занимается, ну, помогает в составлении резюме бесплатно. Если нужна вдруг кому-то такая помощь, пожалуйста, либо на электронную почту нашу отправляйте, либо лично приходите, мы составим, скорректируем. Потому что некоторые молодые люди, как раз без опыта работы, они не указывают место прохождения практики, и, соответственно, работодатель, видя, что у человека нет опыта, скорее всего, да, может забоиться его пригласить на собеседование. Если грамотно составить и написать, как опыт работы, место прохождения, практики, стажировки во время обучения, то это может сыграть на руку. Что касается поведения, да, то это, конечно, все тренируется. Вот. Поэтому также приглашаем на наши мастер-классы, все бесплатные по предварительной записи. Я думаю, что с какими-то проблемами, такие как коммуникативные навыки, у нас тоже будет мастер-класс. Да, у нас очень важное качество. Конечно, взаимоотношения, взаимообщение. Пик работы временного трудоустройства – это лето. Хотелось бы спросить у вас сейчас, весной, что можно уже начать делать, с чего вообще готовиться к временному трудоустройству школьникам? И сейчас это еще не рано? Нет, наоборот, сейчас не рано, а нужно действительно уже начинать заниматься подготовкой к летней занятости. И родителям и ребятам думать непосредственно о том, где я смогу поработать в летний каникулярный период. Наш центр предлагает для ребят-подростков, в возрасте от 14 до 17 лет включительно, трудоустройство также в государственных муниципальных учреждениях города, на промышленных предприятиях города. У нас очень большой, скажем так, спектр вообще организаций, куда мы направляем. И так как эти ребята не имеют определенного уровня подготовки, квалификации, они все-таки, как правило, учащиеся школ, то мы можем предложить такие вакансии, как помощник специалиста, помощник почтальона, помощник библиотекаря, уборщик территории, подсобный рабочий, помощник садовника. Так как труд несовершеннолетних все-таки у нас очень определено все в Трудовом кодексе Российской Федерации, он очень охраняется законодательством, для трудоустройства необходимо представить документы. Они представлены у нас на сайте полный пакет mc-samara.ru, либо через любой поисковик «Молодежный центр Самарский», либо в группу ВКонтакте «Молодежный центр Самарский». Я как бы остановлюсь на основных таких моментах по сбору документов. Ребятам, кому 14 лет, обязательно не только согласие от родителей, бланка заявления можно скачать у нас на сайте, а также согласие органов опеки и попечительства. Ну и, конечно же, обязательно медицинскую справку форму 086 предоставить и заказать справку об отсутствии либо наличии судимости. Так как срок изготовления некоторых документов даже составляет 30 дней, поэтому, конечно же, если вы хотите работать в июне, с 5 июня выйти на работу, то надо делать это все заранее. Тем более сейчас в центре уже ведется запись для трудоустройства на июнь. Мы уже приглашаем в мае месяце, так как желающих очень много. Мы планируем, что на это лето мы трудоустроим около 3000 подростков. Вот, поэтому заранее, нужно все делать заранее, планировать этот процесс. Ну, больная проблема, если трудоустройство подростков, то здесь приобретение опыта важно, да? А больная проблема, наверное, другая категория, которая ближе к 30 годам, вот от 20 до 30. Есть какие-то программы, которые вот именно так им помогают, таким людям, вот как звонившие нам зрители, которые переживают за внука? На самом деле, трудоустройство молодежи всегда было проблемой, а что сегодня происходит, тоже остается проблемой. Ну, вот для таких ребят, как раз, вот я говорю, ряд программ существует. Это вот, опять же, повторюсь, для выпускников в возрасте от 18 до 20 лет. То есть даже те ребята, которые, допустим, после окончания школы, вот летом у нас в прошлом году очень много таких случаев было, да, там, не сдали ЕГЭ, либо не поступили в какое-то учебное заведение, да, пожалуйста, приходите. То есть после окончания школы мы вас возьмем по программе в возрасте от 18 до 20 лет. Вы будете иметь возможность поработать, да, какой-то период. Также в государственных, муниципальных учреждениях, на промышленных предприятиях города. У нас есть программа трудоустройства временного ребят с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 30 лет. Там также период работы составляет до месяца, 4 часа в день они должны работать. Также по тому же механизму в государственных, муниципальных учреждениях города. И сейчас вот у нас также есть программа стажировок для безработной молодежи, но она более долгая, то есть во время, в рамках этой программы мы сотрудничаем с различными промышленными предприятиями, там еще есть процесс профессиональной подготовки. Тоже формируем группу, получается, во втором полугодии, будем формировать новую группу во втором полугодии 2017 года, и целый год эти ребята будут находиться в программе. Хотелось бы узнать, как правильно, вот как уже Ольга Сергеевна сказала вначале, какое важное это дело многоэтапное, найти работу, и главное, как правильно выбрать свое. Есть какие-то у вас советы, и может быть, тоже в центре вы что-то тестируете, проводите, чем можете помочь именно вы? Ну, самоопределение, оно определяется следующими факторами. Это знанием своих сильных, слабых сторон, знанием конкретных профессий, это определением своих профессиональных склонностей, предпочтений, направленности личности, профессионального типа личности, это также понимание, да, состояния своего здоровья, где я могу работать, где я не смогу работать, может быть, что-то противопоказано, да, и это учет рынка труда, то есть вот этот момент тоже нужно учитывать. Сейчас уже выпущенный атлас будущих профессий, где школьники могут посмотреть те профессии, которые будут востребованы после 2020 года, как раз на момент того, как они выпустятся из высших учебных заведений. Да, он в свободном доступе в интернете. То есть это две с половиной тысячи экспертов, как российских, так и зарубежных. Добрый свою оценку? Да, то есть они прописали профессии будущие в 19 отраслях экономики. Вот, то есть можно познакомиться с этим. И учитывая это, уже приблизительно выбрать направление образования, уже выучиться. Всегда будет цениться профессионализм, неважно какой, да, какой, какой диплом. Если человек эксперт в своем деле, то он точно без работы не останется, и всегда будет востребован. Об этом все говорят. А есть ли те профессии, на которые не нужно сейчас обращать внимание, которые уйдут к 2020 году и даже раньше или чуть позже? Вот не нужно, где перебор сегодня на рынке уже специалист. Можете такие рекомендации тоже дать? Ну, сейчас об этом тоже все говорят, я думаю, уже у всех на слуху, что рынок переполнен юристами, менеджерами, экономистами в связи с тем, что несколько лет назад это было очень престижно, востребовано, и все пошли учиться туда, конечно. За счет этого сейчас не хватает специалистов с техническим образованием. Поэтому на данный момент востребованы профессионалы с техническим образованием, это IT-специалисты, также будет развиваться научный кластер, уже сейчас и в Москве строится научный центр, химики при технических университетах, также будут востребованы, то есть нужны будут сотрудники, которые будут понимать, как использовать альтернативный источник энергии, ну, то есть вот такие медики. Понятно. А что касается рабочих профессий, вот какое-то время назад такая пропаганда, я бы даже сказала, была рабочих специальностей, что нужно, нужно, и это принесет и деньги, и пользу, и дома, все будет хорошо сделано. Вот что сегодня с этим происходит? Ну, они также остаются востребованными очень на всех промышленных предприятиях города, при этом предприятия предлагают достойный уровень заработной платы, обучают, да, дают какие-то социальные, пакет социальной гарантии, да, по этому блоку. Поэтому здесь, например, как бы, кто вот сейчас токарь, электрогазосварщики остаются, фрезеровщики, шлифовщики, да, то есть это, но идет молодежь, сейчас молодежь идет на эти специальности, да. Удивительно. Да, по этому направлению идут, 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 да. Переломилась все-таки вот эта тенденция, когда только высшее образование, только высшее и не ниже там. Предприятия здесь грамотную политику тоже выстраивают, то есть молодой человек приходит, он не просто приходит к нему, наставник прикрепляется, да, его обучают на протяжении какого-то времени, да. Дальше тоже возможны различные карьерные продвижения. И еще раз повторюсь, там достойный уровень заработной платы, он выше 25 тысяч рублей, вот. Вот, так что это остается очень востребованным. Но есть уже с кого выбирать, если раньше это вот вообще оставалось, такая ниша даже не с кого была, то сейчас все-таки средне-специальное учебное заведение на это ориентируется, выпускают, ребята идут. У вас такая вот тоже была практика, школа вожатых, в этом году все повторится, будете набирать вожатых на летний период? Из какого контингента, кто может претендовать? Да, школа вожатых, я тоже являюсь куратором этого проекта. Школа вожатых уже, занятия уже идут, они идут с марта, да, сейчас уже проходит шестое занятие. Один раз в неделю, по четвергам, с трех до шести, группа набрана, собрались молодые активные ребята в возрасте от 16 до 30 лет. То есть мы готовим кадры уже с 16 лет, но это та молодежь, которая действительно хочет работать, да. Вот, поэтому с ними работать легко, интересно. Я думаю, что на выпуске это будут уже такие специалисты, которые действительно, которым можно доверить своих детей. А у них какое-то элементарное там педагогическое должно быть образование? Это что-то, потому что вожатые все-таки ответственность за детей? Ну, знаете, как здесь... Или они потом только будут претендовать на вот обучение? Ну да, кто-то еще совсем школьники, кто-то приходит из технических университетов, но с таким желанием, что хочу работать вожатым. В школе как раз вожатых мы даем ту информацию по психологии, то есть мы проходим возрастную психологию детей именно в лагере, мы проходим конфликтологию, где привлекаем дополнительных специалистов-психологов, то есть они и проигрывают конфликты. То есть вот такие темы, с которыми они могут столкнуться с детьми в лагере, и мы все это прорабатываем. Ну и, конечно, игры, 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 игры. То есть тот багаж, с которым они уже выйдут к детям. Но также юрист приглашается, да? Ну, помимо этого, да. Эксперта, да, то есть специалисты в области охраны труда, то есть проговариваются все и заканчиваются, да, обязательно выпускными экзаменами, практическими занятиями. Но так как мы это уже очень много лет проводим, да, то уже идет среди ребят из уст в уста просто эта информация. И с ними очень приятно встречаться. Вот осень, когда они приезжают из лагерей, очень много информации новой, потому что мы всегда обмениваемся опытом и хотим слышать обратную связь и от вожатых, и от руководителей детских и оздоровительных лагерей для того, чтобы какие-то изменения в программу вносить, да, и какие-то тенденции, может быть, исправлять какие-то ошибки, если были. Вот очень интересно. Это всегда яркий взгляд. И вопрос немаловажный, материальный. Вожатые, работа вожатых оплачивается. И даже не только вожатых, а вот вообще вот эта вот занятость временная. Какие там суммы, цифры, нет ли задержек, так как мы все в непростое время живем. По программам временного трудоустройства скажу, да, по ребятам, по несовершеннолетним, кому в возрасте от 14 до 17 лет. Летний период будут работать. Ребята 14-15 лет. 5 часов в день, в пятницу 4. В субботу, воскресенье, выходной. И 16-17 летние ребята до 7 часов в день. Оплата за полный отработанный месяц составит 7500 рублей. То есть это минимальный размер оплаты труда. Минус 13% подоходный налог. Но плюс 1275 рублей выплачивает материальную поддержку центра занятости населения. То есть в принципе ребята могут там больше 7 тысяч заработать точно за месяц. Это однозначно. Также по программе выпускников и ребят с граничными возможностями тоже можно рассчитывать на оплату от 7500 рублей. То есть из расчета минимального размера оплаты труда. Центр выплачивает зарплату в последний рабочий день, переводит ее на карту, на лицевой счет, который предоставляет молодой человек. А по вожатым оплата средняя? По вожатым это в зависимости от лагеря. В каждом лагере разные заработные платы. Но минимальное это сейчас уже 5000 рублей за смену, за 21 рабочий день. Максимальное, то есть где-то 10. То есть средняя зарплата 7000 рублей за отработанную смену. Смена длится 21 день в лагере. Но там, наверное, бесплатное питание для вожата. Проживание, питание, это все бесплатно. Поэтому что-то компенсируется. У нас тоже мы формируем отряды желающие. У нас в прошлом году ездили в лагеря Краснодарского края, кто там был желающий. Поэтому такое опыт тоже. Вы сказали, что вы с волонтерами тоже каким-то образом сотрудничаете. В чем заключается вот это взаимодействие? Но они-то не получают. Волонтеры не получают зарплату. Это действительно такое вот рвение. Ребят, вы участвуете в волонтерских проектах, которые мы реализуем. Мы очень часто выходим в школы-интернаты. Работаем с ребятами, проводим различные праздники для них, различные конкурсы. Познавательные игры. И в соцприюты мы выходим. То есть, кому это интересно, пожалуйста, мы также приглашаем всех желающих. Это действительно волонтерская деятельность. И она готова давать, как я говорила, рекомендательные письма. Чтобы свое портфолио собирать. Вот новая тенденция, которая появилась у нынешней молодежи, да, вот собирать все. Это хорошая возможность. Да, конечно. И есть ли какие-то предприятия, работодатели, с которыми вы хотели бы сотрудничать, или там увеличить количество мест? Вот в чем вообще заинтересованы сегодня работодатели при приеме молодежи, даже на временной трудоустройстве? Казалось бы, больше проблем, наверное. Вот он придет там на 20 дней, а тут и справки, и ответственность, и вот это все. Вот как выстраивается это? Ну, если, конечно, это подросток, да, то, конечно, для работодателя это, скажем так, определенный уровень ответственности, который повышается, да. Он должен приказом назначить ответственного, человек должен там провести различные инструктажи, давать определенные объемы работ, обучить вот не всегда даже 14-летние ребят, когда приходят, готовы сразу воспринимать, да. Действительно, приходят там на 20 дней, и у них, им нужно садаптироваться, скажем так, на рабочем месте. Поэтому работодателю тяжеловат. Нам, конечно же, мы расширяем каждый год спектр организаций, нам очень хочется больше работать с промышленными предприятиями. Нам нравится их, как бы, вот кадровая такая политика, что они тоже молодежь зазывают на предприятия. И от Ольги Сергеевны все-таки хотелось бы услышать какие-то общие советы, рекомендации, вот перед тем, как приступить к работе. Что важно для молодого совсем еще, может быть, юного человека? Для молодого человека? И родителей тоже. Важно, я думаю, записаться на профессиональное тестирование по телефону 262-52-48. Мы с вами его пройдем, определим ваши сильные стороны, да, и уже определимся с выбором профессиональной деятельности, с выбором профессионального образования. Поэтому приходите, это будет первый шаг к дальнейшей взрослой жизни. Вот, казалось бы, все это очень востребовано, потому что бесплатно все, да, и тестирование, и курсы, и все такое. А на самом деле очереди есть или вот все в среднем, в норме? Больше, больше, больше желающих, чем возможностей. Все больше понимают значимость этого, да, скажем, днем, годом даже увеличивается, да, и количество индивидуальных, и количество групповых, да. Да, родителей больше понимают, что очень важно ребенку определить дальнейший, скажем так, профессиональный путь, да, и самостоятельный, и взрослых очень много приходит, да, тем, кому за 25, допустим, больше. Да, те, кто после декрета вдруг понимают, что не тем занималась, давайте пройдем, посмотрим, какие у меня интересы профессиональные склонности. Больше, больше увеличилось, вот, даже по практике прошлого года в два раза это однозначно, но вот я помню, там, даже с 2000-го, там, на 2005-го года меньше, меньше интересовалось. Сейчас все-таки самоопределение очень важно для ребят, и хорошо, это гарантия успеха. Да, ну вот на этой позитивной ноте мы закончим нынешний разговор. Спасибо вам большое за то, что пришли в студию, за важную информацию. Спасибо вам за внимание, всего хорошего, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!